то есть я чувствую вашего мужа не обидели там где он работает его не обидели но опять же считать денежку то приходится потому что машина все у нас ситуация какая кроме всего прочего переезда там квартиры сына в этой школе и так далее я единственный водитель в этой семье потому что муж машины не будет у него прав нет вообще на другом уровне абстракции я работаю шофером и машина один момент я хотел только дополнить если у вас ребенок если вы существенно как бы цените то что ребенок ходит хорошую школу частная школа стоит от двух с половиной так до четырех примерно вот в этом диапазоне если вам повезет это две с половиной три тысячи в месяц поэтому в общем то если вам квартира позволяет если вы еще двое деток было это вообще уже просто когда как бесплатно живешь значит мой вопрос на самом деле был вот какой по сравнению с тем как вы в нью-йорке жили вы материально вот у вас нет ощущения блин ну попали вот в нью-йорке тоже дорого было да в нью-йорке тоже было дорого и как бы получается что наш рост да в плане финансовом там работы до всего этого он примерно как-то выравнивается вот как там насколько там настолько примерно здесь но там по-разному было там когда мы начали начали попроще потом побольше с точки зрения общего состояния настроения климат люди вокруг расслабушность улыбка на лице вот это вот состояние какой-то безопасности покоя вот как как бы вы сравнили мне как-то на мой взгляд тревожнее было там наверное в первое самое время потому что пока было непонятно огромный город нью-йорк это немножко как бы так тебя накрывает о господи что здесь еще есть то есть пока ты не понимаешь в общем-то свою среду обитания где ты находишься что не может происходить ты как-то нет и не можешь расслабиться также здесь было первое время но постойте но уже через четыре года это вы как-то через четыре года был прекрасный я знал в какой проулок свернуть чтобы там с такой-то улице попасть на такую-то меня никто не нашел бы то есть я действительно очень много там ходила бродила и знала город хорошо здесь мне было сложно потому что здесь нужно постоянно водить машину меня это напрягало но сейчас когда два месяца подряд поездишь по сто первой трассе уже ничего не напрягает потому что ты ничего не боишься не страшно у вас там не было опыта вождения вы должны были привыкнуть вот выскочить на хай-вэ и правда это если там нет пробок а когда например вот этот момент с пяти до шести мне нужно за ребенком успеть иначе меня штрафуют за опоздание смотрите я понимаю я вот как раз да правильно что как раз вышел на это давай давайте меняться а то неизвестно сколько еще мы там будем сейчас менять с главными углом так все меняемся хорошо вам это желтенькие эмблемки это какого-то блондиночка так она по цвету хорошо идет так что у нас дальше то что дальше сейчас в калифорнии привыкли или знаете что дайте мне вот эту черненькую вот вон ту черненькую да да кстати мне черненькую а то я какая-то милитаризированная получилась военизированная военизированная у меня тут лампочки еще есть сейчас во вообще праздник про новый год мигает не да вполне это у меня другой режим есть помягче вот так новогодняя елка шапка новогодняя елка человек праздник так давайте теперь к вашему то сказать трудоустройству итак вы приехали вы сняли квартиру и пошли искать работу или как произошло у нас был другой квест который затянулся дольше чем поиск поиска и переезд в новую квартиру это было устройство ребенка в школу потому что как мы выяснили чтобы здесь в калифорнии по нынешним каким-то правилам и требованиям устроить ребенка в обычную паблик скул нужно обязательно принести документ о том что вы владеете машиной и пока у нас она машина не появилась которую опять же муж сказал окей мы мучиться не будем мы просто пойдем купим и вот она у нас будет и все ты его устроишь и пойдешь работать поэтому машина как бы все это пришлось в организме организовать очень на лихой такой скорости быстро так машина сегодня детеныши в школу завтра потом выяснилось что нью-йоркские какие-то формы по здоровью что-то доктор написал не соответствует калифорнийским требованиям надо все переделывать и вот так мы эти ходили кругами из разных школ сколько времени заняло чтобы попасть в школу недели три заняло вот таких вот хождений туда-сюда прививки какие-нибудь делали да естественно вот масса куча всего хотя опять же в нью-йорке товарищ ходил в школу никаких проблем не было дополнительных вопросов в разных штатах разные порядки с прививками как только детеныш отправился в школу я сразу же села за активнейший поиск работы подготовку дополнительную учебу нашла ресурсы которые и у вас на сайте есть и дополнительные там что мне нужно было я принимал примерно что я хочу найти вот но нашла даже еще веселее чем думала вот на самом деле тот оффер который я взяла это был мой второй оффер вот классочка давайте так от момента как вы двинулись на рынок я имею ввиду всерьез до момента как у вас появился первый оффер который вы не взяли сколько времени прошло прошло больше месяца примерно месяца 1 неделя месяца 2 5-6 недель обычно я бы сказал что недели две уходят на то чтобы по-английски там сочи рейдзи маркет как бы насытить чтобы оно разошлось разошлось и и уже начали бы звонить был постоянный приток уже звонков пару недель уходит я скажу что это неплохо то есть люди которые за две недели находят но это скорее везуха чем естественный ход событий и с учетом того что она все-таки все-таки это чек который только что отучился и не то чтобы он какой-то реального потому по чуть-чуть там да но боевая такая боевая тогда еще не было наверное но я училась и так что был за первый оффер который вы не взяли первый оффер был быть контрактором в apple за 16 долларов в час нужно было сидеть и тегать картинки и учить их алгоритм распознавания образов вот этими моими тегами то есть нужно было они когда я проходила у них собеседование они сделали мне такой огромный большой экран с разными картинками на которые как можно быстрее должна была найти определение слова что это такое описать это как бы не совсем тестирование это не совершенно верно это не совсем тестирование нужно было проверять другие картинки затеганные кем-то еще и там находить ошибки их исправлять но я еще поражаюсь кто в состоянии это делать за 16 долларов в том числе что 16 долларов маловато для жизни только если вот здесь это для фана кто-то хорошо это вы не взяли сколько времени прошло до второго оффера наверное еще недели все вместе вы два месяца такой вопрос сколько вот чтобы получить два оффера сколько у вас было реально интервью face to face face to face наверное было интервью 3-4 очень много было интервью телефонных просто даже не скажу сколько нет именно интервью или или вот так просто ля-ля и пошли нет именно интервью по серьезному по серьезному совсем это называется фон скрининг хорошо то есть скринингов было много то есть вы что-то не тянули там может быть где-то были очень специфические требования где-то говорили окей хорошо насколько вы понимаете java что такое оверрадинг и оуру и насколько вы понимаете что это за два процесса давайте-ка объясните мне прямо сейчас что это такое оселение у вас как вот у вас написано что вы там как-то его понимаете я действительно нашла там себе и пыталась и старалась но у меня не было практического опыта вот вот давайте мне накатайте тест скрипт вот прям сейчас ну и соответственно это было то что хорошо значит есть люди которые вот и говорят что сейчас на там и чем это вот как бы вот такое вот важное что без этого вообще работ не найти вот ваше впечатление как человек который искал работу а такое впечатление действительно складывается но потом ты понимаешь что она на общем-то не совсем верно когда тебя вот так вот трясут селениум вероятно может он действительно так нужен и тогда ты просто понимаешь что это их главное что они ищут это немножко но часто бывает так что они напишут 100 тысяч разных требований в этой вакансии а нужен нормальный blackbox тестер который будет понимать что делает продукт использовать внутренние тузы которые этот продукт тестируют и когда дойдет до селениума он сначала несколько скриптов замодифает потом он как-то поймет как это все работает его получит он будет этим селениумом владеть то есть это может быть путь очень легко я когда объясняю ребятам же они тоже пугаются они видят вот это мы еще это мы еще я говорю что на рынке сейчас есть как бы там вообще рынок труда это не не то что можно воспринимать то что называется фейс валью то есть как вот как вот выглядит имеешь то что то что видишь нет там ими видишь одно имеешь совершенно другое или они тебя имеют это уже отдельно и значит вот из 100 процентов рынка есть 20 процентов чисто такое ручное тестирование они как раз ручное такое не таки да ручной все по-честному еще нас есть 20 процентов таки дата мыши значит строго то есть они говорят там мыши и таки дата мыши но там денег больше дают то есть когда ты говоришь что я хочу 30 долларов бессмысленно тебя спрашивать там писать фреймворки там на население это не те деньги но значит и так между таки до ручное и таки до автоматическое есть еще 60 процентов с понтом автоматически с понтом то есть ты приходишь тебе говорят спрашивал билет то пропускал и так тоже вот и там тебя спрашивает а это знаешь да ну значит как только так сразу я я просто чем рассказать надо не бояться этого люди боятся они что они не понимают что грубо говоря я объясняюсь может быть воронеже не так но допустим молодой человек что вы сегодня делаете вечером ну мы-то понимаем что он имеет а кому какое дело пищу картичку спрашиваешь что нам делает заняться нечем же что я делаю вечер вот поэтому усаживаемся хорошо значит ну пошла второе что за второе оффер в большой геймерской компании которая называется electronic arts то есть нитфу спид мэдден большие фифа вот эти франшизные игры это все их дело их огромное количество этих игр то есть серьезные геймеры они сразу поймут о чем я говорю сейчас мне мой сын завидует мама говорит ты работаешь в таком крутом месте ты можешь играть в игры каждый день они в основном pc и mac то есть это на компьютере или консольные игры то есть берем xbox и погнали ну так вы можете сына взять xbox пусть гоняет конечно но дело в том что он так уже на айпаде гоняет в общем свободное от жизни время так что надо как-то это все уравновешивать ну что же так вы уже сколько там я там вот на следующей неделе будет как ровно два месяца вы контрактор или постоянно ничего себе но вас этом не обижают в пределах в пределах наших так сказать по нижней границе это не так плохо а наши по нижней границе это не так плохо это гораздо это раза в два больше чем допустим чем можно заработать там в каких-то таких простых работах там ресторане где-нибудь или метелкой ходить там и тогда хорошо значит давайте поскольку вы есть мать и если скажите чуть про деток вот например такой вопрос я я просто по ходу дела когда вижу какую-то грань я думаю значит сейчас мы полернем по этой грани вопросами наших зрителей вот один из вопросов наших зрителей как вообще детки вписываются в страну в язык в школу вот болезненный ли это процесс я про ваши дети разные но может у вас же знакомые есть же правильно как происходит честно говоря наш конкретно нашу случае наш детеныш он вписался очень легко быстро нашел друзей он тоже папин сын очень активный товарищ он находит себе чем заняться и вообще без дела ни минуты не сидит он из ни ниоткуда просто из ниоткуда за четыре месяца английский изучил из воздуха играл на площадке с мальчишками такими же как он не понимал их сначала боялся мама не говорят что-то не странное три годика маленький ребенок но потом достал машинку макквина знаете наверное тачки эти машиночки короче пацан достал машинку подошел к другому пацану скопу они друг друга моментально поняли языковой барьер был преодолен с того момента и все появились друзья и потом в какой-то момент я замечаю что он сидит играет с этими машинками говорит с ними по-английски я спрашиваю дима ты когда это все узнал запомнил и понял он говорит мам да легко же это же все так понятно сейчас ему приходится переводить с русского на английский некоторые слова потому что русского веришь он не пытается с вами заговорить по-английски пытается и разговаривает и мы как-то переключаемся с одного на другой такой вопрос продукты питания я понимаю что вы жили в нью-йорке долго и могли там в принципе не ходить в америку в этом смысле питаться из русских магазинов это даже дешевле в русских питаться чем в американских нет нет мне кажется сравним но вот как вы с питанием с питанием вообще никаких проблем потому что мы достаточно как вот в целом люди как семья до открытых попробовать разное а опять же муж и я тоже потому что я готовить как бы не очень хорошо может быть умею но люблю да мне хочется постоянно постоянно что-нибудь попробовать окей давай замутим вот это мы никогда это еще не пытались если выйдет полный кошмар но в конечном итоге что мы потратили 20 долларов на что-то новое но мы научились друзья это не только муж шебутной это они оба в кадре возможно это то речь о том что два сапога пара за уточнение вы по гороскопу кто будете все трое а мы с сыном львы муж весы он нас все взвешивает ее мою у нас там у него мою мы ручим друг на друга интересно подождите но он он легко решение принимает или мучается и мучается и принимает раз по разному зависимости от решения эпичности и масштабов он начинает иногда муки просто терзание хочется искать уже кинь давай какой-нибудь не знаю орел или решку и все и закончим на этом иначе уже невозможно либо решение приходит просто само собой без сомнения у вас есть такая манера мужа строить есть еще лев нет я как-то я хоть и лев но я не вижу смысл кого-то строить опять же это потом на тебя вернется вы как бы пытаетесь себя заставить как бы так отойти от любитые тропы хорошо знаете себя не заставляю еще это какой-то я сейчас крутила значит там уж паранжу сейчас поправлю то есть вы такой мягкий лев хорошо хорошо значит давайте значит продуктами питания все-таки вы не питаетесь сильно из русского магазина нет по твои по творогу не скучаем и с ума по нему не сходим селедочку эпизодически на нее прорывает просыпаемся оба и думаем так может наташа на скумбрию срочно копченую большую толстую жирный скумбрию под пиво да дорогой почему бы нет поехали зовите меня тоже как это вы кино снимем тоже мужа покажет муж не боится так на камеру общая потому что скумбрию скумбрию за нами у меня жена дать как скумбрию сейчас советских времен соли вот значит сейчас вообще что интересно стало сейчас на фейсбуке есть группы русские вот как раз едой просто вот и туда идешь и там уже все друг друга знают там все на референсах пойти там там на фу-фу не прокатишься значит и там рыбка копченая и соленая и осетр и я не хочу дразнить никого пельменчики там ну вот что люди делают знаете манты и все есть да так что тут кстати спрашивали про бахтияра у нас есть герой нашего канала бахтияр который значит мы с ним делали плов сначала потом вы может быть не видели мы у них дома были они там делали плов четыре часа делать много сериале серийное видео как делается плов успех кидану видео поменьше а потом они тут свои манты приносили там вот это вот вот так он там сейчас работу поменял все спрашивает как там бахтияр я сказал все придешь значит магарыч мы будем тебя снимать так что друзья какие-то завелись у вас друзья завелись друзья появились быстро и мы как к тому же сманили еще друзей из нью-йорка сюда они тоже только что приехали со своим детенышем и у нас собирается такая компашка которая проводит время в электроник артс всегда было довольно много наших выпускников они даже практикантов у нас иногда берут который смотом норовят оставить очень многих оставляют то есть видно там потребность в людях есть и в общем это шикарная компания я хочу сказать начать свою карьеру как вот тестер с такой компании как электроник артс это как сказать как-то вот на современном языке хочется сказать я в шоке у нас тут была любая из google если вы любы видели у нас на канале так вот она рассказывала анекдот там но но пока рассказывал по-украински и там был я ушел ци вот так что у меня шоковое состояние было в первые две недели потому что я пришла в самое горячее время у нас огромный релиз абсолютно нового продукта 7 сентября и сейчас альфы и беты и все эти стадии этапы мы проходим и я попадаю когда как в самую гуще событий шок наступил мой личный анекдот вторая неделя вот вторая неделя работы где у меня перегружена голова я пропускаю повороты еду куда-то не туда даже если у меня навигатор включена то есть полный перегруз мозгов приезжаю как-то старбакс взять себе кофейку как-то отдохнуть отключиться от всего меня спрашиваются вот сеней чтобы на чашки написать не знаю чем ответить мне стоящий рядом человек сей и нитей я забуду что я сказала вот это и нитей и когда кого-то и нитей позовут я не буду знать что тогда человеку только и нитей не волна ты сделал мне кофе под названием и нитей не на этом все кончилось я подумал господи неужели вот вот настолько может быть голова забита вот так вот так за пару буквально пару месяцев становятся настоящими тестерами отличить настоящего тестера от не настоящего у меня есть такая хохмочка вот может быть вы знаете ответ как чем отличается хороший чек от плохого хороший человек поговорит-поговорит и выпьет а плохое только и говорит и говорит я не к тому что вы за рулем там и вот но во всяком случае я я друзья вот вы не писать насколько я балдею от значит происходящего разговора меня еще очень радует словарный запас наташи потому что я я очень тонкий ценитель штучек таких тонких поэтому прикольных я я я с нашей наташей балдею вот можно так сказать значит прямо прямо хоть удочеряй но не знаю что делать вот мама папа воронеже так планируем вытащить сюда и так сказать показать широты и красоты калифорнии по которым сами немножко уже покатались они на пенсионного возраста или еще не очень они пенсионного на них работают хорошо вам до гражданства еще четыре года получается то есть через четыре года вы можете их вообще приходить если что брать и сестры есть у меня нету уже есть все значит родители а чё родителям там сидеть когда вы тут внуки тут идеологически их убедим такой вопрос как у нас ну мальчик у вас есть вот как по части девочки честно говоря сейчас я не способна думать ни о чем кроме моей любимой работы забыла как зовут вот если я сейчас уже вспомнила как меня зовут слава богу но теперь меня интересует каждый утром а с чего начинается с джирой my open issues что у нас там дженкинс и какие новые билды что у нас на нашем сайте новенького появилась то есть это все уже вот я без этого жизни своей не мыслю хотя два месяца это как бы такой период такого эксайтмента может пройдет годик и уже скажите где у меня как как отмазаться от этого отмазку на тескать девочку ради ну крайнем случае мальчик да нет ну я к тому что она неплохо она неплохо когда детки тем более я себе представлял а то что такие боевые боевые да вот у нас уже есть один боевой и как бы если еще и второй боевой у меня мама у меня брат старший мама хотела девочку вторую она вообще не хотела 2 но папа уговорил и значит и вот она хотела девочку я родился и она мне долго потом я уже взрослый был Миша говорит ну вот родился бы ты девочкой какая бы девочка хорошая была как так можно интересно правда моя мама хотела мальчика и хотела назвать его Сережей и чтобы он был инженером чтобы он продолжал инженерное направление в семье родилась я и меня как-то самого детства окрестили гуманитарием и музыкальная школа и языки и все прочее то есть вы можете можете ну как-то да но инженер во мне проснулся как-то позже и стало понятно что вообще-то очень люблю системность чтобы все по порядку чтобы лежало все в своей коробке и я знала от чего эта коробка зависит и простроено это было еще и во времени желательно когда эта коробка работает когда она стоит на месте и так далее и тому подобное в тестировании как я понимаю все эти черты особенно вредность да они же все применения друзья я думаю что вы подумали о том же о чем и я сейчас подумал что нашу наташу через годик-другой вынесет куда-нибудь начальники как они они не вывод это вот одно зачем за другим вот это вот и она чувствует порядок да плюс лев львица вот это точно она будет она хорош начальником будет ну нет ну уже понятно все тут я так уже просматривается уже все понятно в общем раскололи мы раскололи-образ образ ну что-же давайте мы значит на первый раз наташа отпускаем да 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 так же отпустим но мы с ней не прощаемся больше того значитмы задаем вопросы у кого есть вот значит там в комментариях можете в личку А, нет, чтобы в личку написать, это Наташа. Вы тогда у нас под видео там отпишитесь. Ну, да, я буду на связь. Да, выходите на связь. А тогда кто-то, кто захочет, может вам в личку напишет. И вы вообще смотрите наш канал-то или так? Да, смотрю, но сейчас опять же с любимой работой. Я смотрю немножко другие вещи. А так, да, когда бывает свободное время, по выходным туда включим. Из наших вот тем, у нас много тем на канале. Вот вам какие нравятся? Вы смотрите опенхаузы, например? А опенхаузы не смотрела, смотрела ваши разборы писем. Когда вам пишут люди, вы рассказываете им, как им там какую-то жизненную ситуацию разрешить. Вот это очень близко, потому что на каком-то этапе сам попадаешь в такие сомнения. Начинаешь думать, а вот как? А вот мы сюда переехали, а как теперь? То есть какая-то тревога, что ли, неустроенность первого времени. И думаешь, вот мы нашли на своем голове приключение. Надо ли было? А может быть надо было как-то иначе? Ну, я бы сказал, что вы являетесь примером на самом деле такой мягкой. Иммиграции. И когда вы приехали, у вас с первого дня есть работа. И с точки зрения вот той бочки дерьма, которую съедает иммигрант, эта бочка у вас как бы не прямо на пути стояла, а так немножко в стороне. Там разлук с родными, там какие-то вот такие большие вещи. Это не было, как заработать себе на кусок хлеба, или там чем завтра заплатить за квартиру и так далее. Чтобы у нас у всех была такая эмиграция. Да, всем желаем счастья, удачи, чтобы складывалось просто. Ты идешь, стремишься. И мы с вами знаем, где все это происходит. Это город Воронеж. Вот, так что давайте, значит, всем в Воронеж, всех там на канал. Значит, я думаю, что, друзья, я вот так думаю. Это кем надо быть, чтобы вот глядя на Наташу, не поставить лайк под нашим видео. В общем, давайте ваши лайки просто, чтобы считать, что долг выполнен. Не то, чтобы они нам были нужны, вот, но это важно для энергетики, так сказать, происходящих. Вы можете очистить и свою карму. Плюс 100 баллов туда за один лайк. Хорошо. Так, Наташа, машем всем ручкой. Счастливо, ребят, и до скорых встреч с Наташей же тоже. Правда? Правда. До свидания. До свидания.